Всем привет! С вами Фотогир и я Виктор Брусков. На моем канале уже есть видео о том, как снимать в полностью ручном режиме M, для того, чтобы вы получали отличное качество прямо из камеры. А также есть видео, как увеличить изображение в 4 раза, что бывает очень полезно, когда не хватает мегапикселей, а охота иметь высокое разрешение. Также есть видео о том, как эффективно подавлять шумы, и оно поможет вам уничтожить все шумы и даже сделать картинку чуть более резкой. А сегодня я начинаю серию видео про запись звука. И в этом видео я расскажу про беспроводную петличку. Это универсальное средство записи как себя, так и других людей. Поэтому на канале вас ждет много всего интересного. Не забудьте подписаться, если вдруг еще этого не сделали. Ну а мы начинаем. Если совсем коротко, то беспроводная петличка состоит из двух частей. Одна, которая вставляется в камеру, и вторая дается человеку, которого вы планируете записать. И все, беспроводным путем звук поступает к нам в камеру, и человек может быть на относительном расстоянии от камеры, и при этом звук будет записываться так, как будто человек находится прямо рядом с камерой. Цвет стен собирает все эти работы. Они не выглядят как-то хаотично, не выглядят разрозненно. Наверное, может быть, не зря в музеях часто используют такой цвет для развески. И вообще, в принципе, это такой полезный навык ходить в музей и наблюдать не только... Ну, смотреть не только работы, а как они развешаны, и на каком фоне они еще развешаны. И мне кажется, самый доступный способ объяснить человеку, в чем же преимущество беспроводной петлички, это дать послушать звук, который записывает непосредственно камера, а затем дать послушать, как записывается звук уже с этой беспроводной петлички. И вы сразу поймете разницу без всяких объяснений. Давайте проведем тест прямо сейчас. И прямо сейчас вы слышите звук, который записывается через беспроводную петличку. А сейчас я записываю себя на микрофон, который встроен непосредственно в камеру. Если вам интересно, данная модель камеры это Sony Alpha 7 IV. Я думаю, что вы согласитесь, что звук, записываемый через петличку, звучит намного приятнее. Конкретно эта беспроводная петличка бренда Saramonic и называется модель Blink 500. Я пользуюсь этой петличкой уже около трех лет, и она ни разу меня не подвела, как при записи меня самого, так и при записи других людей. Я считаю, что главное преимущество данной беспроводной петлички в том, что она маленькая, она проста в управлении, она заряжается от порта USB Type-C и при этом работает безотказно. Приемник у нас подключается к камере при помощи провода. Один конец мы вставляем в приемник, а другой в камеру, во вход для микрофона. А передатчик мы можем использовать сразу же беспроводным путем, потому что в нем есть встроенный микрофон, в который можно непосредственно говорить. И также можно использовать проводную петличку. Просто подключаем беспроводную петличку в наш передатчик, и у нас на одежде фиксируется еще более маленький микрофон, который меньше, чем сам передатчик. А теперь я хочу показать вам разницу, как звучит беспроводной передатчик напрямую, то есть через встроенный микрофон этого передатчика. Качество звука записанного через проводную петличку, подключенную к беспроводному передатчику. И приемник, и передатчик у нас фиксируются при помощи прищепки. В случае с приемником мы можем установить эту прищепку прямо в горячий башмак, либо зацепить ее за ремень камеры. А в случае передатчика мы можем зафиксировать его на футболке или рубашке. А в случае, если мы присоединяем к нему проводную петличку, то мы можем зафиксировать его на поясе, либо ремне. Как правило, я использую передатчик вместе с проводной петличкой. Я фиксирую его на поясе, а петличку пропускаю через одежду. Таким образом, не видно провода, а маленький микрофон находится у меня на одежде. И маленький микрофончик привлекает к себе намного меньше внимания. Ну и, наконец, главное преимущество данной беспроводной петлички заключается в том, что можно использовать один приемник и два передатчика. И это не раз меня выручало, потому что можно записывать одновременно несколько человек. Назови таких пять прям универсальных образов, которые можно вот с утра и до самого вечера и везде, и туда, и сюда. Мой топ таких образов возглавляет пиджак плюс белая футболка плюс джинсы. В них реально можно отправиться хоть куда. То есть данную беспроводную петличку можно использовать также и для записи интервью, или просто для беседы двух людей. И именно поэтому я рекомендую брать именно набор с двумя передатчиками, а не с одним. Кстати, я ни разу не замерял заряд по одной простой причине, потому что мне всегда хватало. То есть часа на четыре их точно хватает, и я, по-моему, успевал записать все, что угодно. И если мне не изменяет память, у них и заявлено часа четыре работы, и весь срок работы аккумулятора они выполняют. В комплект поставки петлички уже входит провод для приемника и камеры, и также проводная петличка для беспроводного передатчика. Ну и это еще не все. Также в комплекте есть провод, который одним концом устанавливается в приемник, а другим концом в смартфон. И таким образом можно даже записывать звук из смартфона также беспроводным способом. Ну и теперь поговорим о недостатках, потому что модели уже не новые, и они здесь есть. Как я уже сказал, и приемник, и передатчик заряжаются от порта USB Type-C, что очень и очень хорошо, потому что провод USB Type-C есть практически везде. Что плохо, что и на приемнике, и на передатчике нет внятной индикации о том, какой сейчас уровень заряда батареи. Именно по этой причине я несколько раз упускал момент о том, что они уже разряжены, но благо, что через USB Type-C они заряжаются довольно быстро, и я выпутался из ситуации, но тем не менее это не очень приятно. И теперь я делаю намного проще. Я просто заряжаю все девайсы перед каждой съемкой. И второй небольшой недостаток в том, что на передатчике есть переключатели больше или меньше громкости, но они, опять же, не очень информативны, непонятно, насколько поднялся уровень громкости. Каждый раз делаешь это как бы вслепую, и поэтому хорошо всегда мониторить звук через наушники, чтобы убедиться, что уровень громкости у нас приемлемый в данной конкретной ситуации. Но у меня есть также и отличная новость. За то время, что я пользуюсь данной беспроводной петличкой, у бренда Saramonic вышла новая модель, которая называется уже Blink 500 Pro. И я могу с радостью сообщить, что у данной модели исправили уже оба эти недостатка. У них есть как и индикация уровня заряда батареи, так же и отображение уровня громкости. То есть обе эти болячки, о которых я сказал, которые мне несколько надоели за период моего использования, поправлены в новой модели. Так что вам я сразу рекомендую приобретать модель Blink 500 Pro. Плюс этот приемник и передатчик не нужно заряжать по отдельности. Они могут заряжаться одновременно при помощи нового кейса. Благодаря тому, что в этой модели появились маленькие дисплейчики, с ними стало намного проще взаимодействовать. Сразу же видно, что у нас есть соединение одного с другим, какой у нас уровень заряда батареи и какой у нас уровень громкости. Это очень и очень удобно. Во всем остальном принцип точно такой же, и эта беспроводная петличка сохранила в себе все достоинства предыдущей модели. И я бы сказал, что это отличный универсальный способ, как для записи самого себя, так и сразу нескольких человек. Я лично уже не могу представить свой набор техники без беспроводной петлички в своем арсенале, потому что это удобно, и я всегда получаю качественный звук, где бы я ни находился, даже если я нахожусь дома. Потому что большинство роликов, которые вы можете увидеть на моем канале, записаны как раз дома при помощи этой петлички. Так что если вы хотите существенно улучшить качество звука на своей камере, вам нужна беспроводная петличка. Вы можете записывать как себя, так сразу и двух собеседников. Вы можете писать звук в камеру, вы можете писать звук на мобильный телефон, и все это будет беспроводным способом. То есть вы не зависите от дистанции камеры до вас. Как всегда, не забывайте о том, что если у вас остались какие-либо вопросы, вы всегда можете написать их в комментариях, и я с удовольствием на них отвечу. Также подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И поставьте жирный лайк этому видео. Мне будет очень приятно. И всего вам доброго!